Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами признанный эксперт в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Это видеоблогер, автор книг и телеведущий Денис Семенихин. Здравствуйте, Денис! С приездом во Владивосток! Спасибо! Денис Семенихин – создатель популярного видеоблога о тренировках и питании, телеведущий, автор книг о фитнесе. Шагать в ногу со спортом Денис начал с юных лет, сделав физические нагрузки неотъемлемой частью своего образа жизни. Впрочем, тягу к железу он всегда дополнял и тягой к знаниям. В активе Дениса Семенихина – высшее экономическое образование, знание нескольких иностранных языков и опыт управления сетью спортивных клубов. Сейчас Денис продолжает развивать свои площадки в социальных сетях, принимает участие в телевизионных проектах, а также занимается разработкой спортивных тренажеров. В истории новой России, мне кажется, слово «фитнес» уже настолько прижилось плотно и давно. Хотя на самом деле это случилось не так давно, что, может быть, все и позабыли те времена, когда всё это называлось либо физкультурой, либо спортом. Вы один из тех людей, которые всё это прекрасно помните. Можете ли вы вспомнить, когда вы впервые услышали слово «фитнес»? И как вообще это понятие вошло в вашу жизнь? Да, я, конечно, действительно уже достаточно давно в этой теме, и для меня это было же хобби моё всегда – тренировки. То есть я никогда не двигался, когда начинал тренироваться, я не двигался в этой сфере как профессионал. В 20 лет, в студенческие годы я уехал в Калифорнию и прожил там 3 года. Уже имея тренировки, я не буду говорить «фитнес», да, вот тренировки во всём многообразии, как своё сильнейшее увлечение, как некая стержневая история, вокруг которой формировалась моя личность, что ли. Помимо учёбы, потому что я учился экономике, я совершенно не из сферы спорта, так скажем. Моя семья не спортивная, а скорее просто увлекающаяся спортом. И в Калифорнии как раз произошло то, что я начал зарабатывать первые деньги именно на поприще спортивном. Слово «фитнес» – это же английское слово. И в Калифорнии это, ну, это сродни физкультуры, штука «фитнес». Это как бы просто, ну, твоя как бы физподготовка. Поэтому для меня это слово скорее пришло как слово родное английское, из английского языка. А потом, вернувшись уже в Москву, начали заимствовать, ну, помимо прочих, такие же, ну, я не знаю, там, какие-нибудь слова. Тот же «джим», да, допустим, да, когда открылся в Москве «Голдс Джим». Да, то есть для всех, что это было «джим», это как там «Джиме, Джиме», там «Джим» что-то, имя. Вот, и постепенно это стало, это стало вроде как ты в «джим» ходишь. То есть в некоторых, кстати, отдалённых уголках нашей страны, не в Москве, залы называют «джимами». Это довольно странно, да, в Москве не называют их «джимами», всё-таки это спортзал. Ну вот, так что, да, фитнес – это просто заимствованное слово. Люди, которые так или иначе становятся на путь, ну, назовём это там, активного образа жизни, здорового образа жизни, не застрахованы на определённых этапах от каких-то ошибок, либо в силу недостаточного количества знаний в разных сферах, которые, как выясняются, нужны для построения желаемого тела. Можете ли вы сейчас озвучить, какие ошибки случались в вашем пути? И случалось ли это, либо у вас так гладко выстраивалось? Вы знаете, это, наверное, мне кажется, что… И у меня не было особенно ошибок, потому что я всегда читал и подпитывал свои тренировки, то есть свою практику, да, какими-то этими изучениями, да, таким академическим подходом. Но ошибок я вижу как раз очень много вокруг. Не то чтобы ошибок даже. Ошибка – это, наверное, то, что приводит к каким-то таким перманентным изменениям, типа там травма какая-то полученная. Такие ошибки, конечно, плохи, а просто неэффективное поведение, то есть подход неверный к тренировкам и к своему там рациону, допустим, да, к тому, как люди питаются, это сплошь и рядом. То есть парадокс стоит в том, что когда я начинал тренировки, информация была настолько скудная, ее нужно было реально прямо вот, ее нужно было искать. Я помню свои там чтения журнала «Спортивная жизнь России» или «Физкультура» и «Спорт», это было всего лишь два журнала, книг не было, потому что, насколько я понимаю, еще в более старые времена, типа 70-е, вообще это было запрещено. Наряду с секциями каратэ там и прочими, такие вещи, как там культуризм, да, такое слово. Как элемент буржуазной культуры? Видимо, видимо. Но я этого, конечно, в 80-е не почувствовал. То есть когда мое подростковое было время, естественно, никакого элемента запрета уж точно в тренировках не было. Но наличие информации, информации тоже не было, не было литературы об этом. Сейчас информации куча, информации так много, что люди все равно задают одни и те же вопросы и задаются вопросами, что все-таки есть и не есть, и как надо тренироваться, как строить свое время в спортзале эффективно. И здесь в основном все ошибки и кроются. Но ключевые ошибки лежат в основе человеческой природы нашей. Это, в первую очередь, лень, инертность, непостоянство и стремление к комфорту. Вот это вещи, которые мы понимаем неправильно. Ну, лень вообще не берем. Лень – это как бы то, с чем мы все живем. Это вообще, это часть нашей жизни. Вот здесь вопрос, когда тебе дороже становится энергия, чем лень. Потому что тренировки, они все строятся вокруг энергии. А от энергии зависит каждый из нас. Энергия – это что? Это вот сейчас мы с вами так, а пойдем, я не знаю, вот для этого же нужны силы, чтобы, да, чтобы, а вот давай там что-нибудь, да, давай полетим куда-нибудь, а давай куда-нибудь там, а давай на великах там сделаем заезд, а давай просто вот, ну, гору увидел, да вот поднимемся в нее, посмотрим вид. Вот я о чем, энергия. Народ не совсем понимает, что энергия приходит именно вследствие разного типа нагрузок. Чтобы полюбить тренировки, в этом основная проблема, их нужно ухитриться полюбить каким-то образом. Чтобы их полюбить, надо кайф какой-то найти. Либо в процессе, либо после. То есть ты либо вот непосредственно от процесса должен кайфовать, что, наверное, ну, как бы мне понятно, я от любого процесса спортивного, в принципе, кайфую. Либо человек должен от награды после получать удовольствие. Вот он закончил тренировку, он думает, какой же я молодец. Вот мне кажется, наверное, вот это основные вещи, которые при отсутствии которых возникают ошибки. Когда это из-под палки, когда это некомфортно, неприятно, когда ты напрягаешь силу воли, постоянно она исчерпывается. Пройдет месяц-два, и люди бросают, и, конечно, форма так не создается. За два месяца ничего не делается. Насколько я могу судить, в России ряды людей, которые регулярно посещают спортивный зал, они пока что нарастают достаточно динамично, да, увеличиваются. Вы, как человек, который не только между континентами североамериканским и евразийским перемещаетесь, но и в разных других частях света, вот вы успеваете замечать, вообще эта тенденция, сейчас же мир как-то синхронизировался весь, да, благодаря, ну, там, интернету глобализации общей тенденции примерно одинаковая. Вот в этом смысле весь мир шагает в ногу с желанием вести здоровый образ жизни, быть спортивными. Кстати, интересная мысль насчет, синхронизировался ли мир в этих моментах. Я думаю, что, по крайней мере, как мне видится, у нас, если по Москве судить, то темпы изменения количества людей тренирующихся, возможностей для тренировок, всего того, что можно делать аутдор, то, что называется, да, на улице, там всякие, там, роликовые дорожки, велосипедные дорожки, беговые сообщества. И это, конечно, увеличилось намного более радикально, чем в Калифорнии за этот период. То есть здесь мы не синхронизированы, мы, конечно, ускоряемся, там, в 10 раз быстрее. Но мы в каком-то смысле их догоняем. Догонять, обгонять, мне вот это вообще все непонятно. Везде жизни очень разные, на самом деле. Вот мы говорили с вами про восточные страны, да, там совершенно все по-другому. Там мне вообще непонятно, что там ускоряется или нет. Вот, если говорить о Европе, то, в принципе, ну, Европа всегда была активной. Мне кажется, допустим, там Вело было там очень давно, потому что там Альпы, там прекрасная погода, и народ все время, ну, любил движение. Но мы, да, мы, наверное, догоняем. Погода бы только не подкачала, правильно? Тут же вопрос в тренировках, вот, если не с железками, там, где-то в спортзале, а вот на улице, это же зависит очень сильно от погоды. Вот, на Либуде, зима должна быть хорошая или это хорошее, да. Вот это вот такое межсезонье, оно тяжеловато для спорта. Скажите, Денис, а что стояло вот изначально за вашим желанием набрать форму? Некое эстетическое стремление, да, ну, вылепить красивое тело? Либо там какие-то мысли о здоровье, выносливости? Под текст, да, который за этим стоял, в вашем случае это было что? Это, конечно, точно не здоровье и выносливость, это позже пришло. То есть, так как я начинал тренироваться в подростковом возрасте, это абсолютно была эстетическая, такая вот подростковая история, предание себе какого-то, что ли, мужественного образа из боевиков. Тогда же, ну, вот 80-е годы, это же все вот эти фильмы про героев-одиночек. Я прям даже анализировал, я люблю кинематограф, и мне, конечно, удивительно, насколько это была эпоха, прям вот совершенно четкая в кинематографе, где вот если все фильмы взять, это везде «Человек против системы», «Человек против системы». Это просто поразительно даже, с какое количество хитов в кино тогда, вот то, что мы смотрели на видеокассетах, все было. Взять там фильмы со Сталлона, там всякие там «Кобра», «Тюряга», там вот все вот эти фильмы, там «Роки», всегда человек против некого истеблишмента, но всегда один. А это же, ну, как бы совершенно не советская идеология, но при этом она очень человечная, потому что, ну, в основном, ну, как бы мы же живем, как есть я и не я, да, то есть как бы все то, что вокруг, это мир, и ты с ним как-то взаимодействуешь с этим миром. И мне, видимо, вот для подросткового сознания гибкого, очень как-то это сильно на меня воздействовало, все эти терминаторы и прочее. И, ну, как подросток, из чего стоит подросток, да, из огромного количества неуверенностей. То есть ты пытаешься адаптироваться к этому социуму. И у меня, я помню, что четко было желание, ну, вот это желание выделиться, во-первых, так как у меня довольно хорошие спортивные данные, и в целом я там круто играл в футбол, там на горных лыжах хорошо катался, это мой вид спорта был. Но вот такого четкого признания окружением, оно пришло ко мне именно, как ни странно, с появлением у меня физической формы. И особенно, когда там первые отношения, первая девушка, мне посчастливилось, что она была там первой красавицей в том вот месте, где все у меня происходило, это там подмосковные дома отдыха, и она была предметом мечтаний многих моих сверстников. И каким-то образом получилось, что именно мы с ней сошлись и нашли вот какую-то гармонию. Ну, это в 16 лет, я говорю про 16 лет. И учитывая то, что я как раз год как начал тренироваться, и у меня начало меняться мое, ну, понимаете, еще такой возраст, тело формируется, меняется стремительно. И многие считали, что типа, а, вот Аня выбрала Дениса, потому что у него такая физическая форма. Это было дико совершенно обидно, потому что я в то же время пытался быть личностью, я считал, что если вы... И в то же время, да, я свои усилия вкладывал в то, чтобы строить вот эту физику. То есть, короче, начиналось все, безусловно, именно с таких грез, что ты представляешь себя как подросток вот этим героем боевиков. Ну, и в плане духа, дело же не только в мышцах, дело в каком-то там благородстве внутреннем, то есть ты воспитываешь вот этот набор качеств, подстраиваешь под некие вот эти грезы, каким ты должен быть, там, сверхчеловеком, там, надежным, способным превозмочь обстоятельства, сильным, естественно, и выглядящим так. Большое количество ваших поклонников следует за вами, как за автором видеоблога. Вот в этом смысле, когда вы затевали все это, а было это, по-моему, лет шесть назад, да? Или около того? Именно так, да. Вы уже четко понимали, какой подход вот к этому блогерству вы будете практиковать? Или это шло интуитивно вообще? Каким образом вот на этот путь вы свой выруливали, как на нем закреплялись? Это, конечно, целый вообще огромный пласт, об этом можно поговорить подробно, потому что видеоблогинг действительно вошел в нашу жизнь так неожиданно и объемно. Мне не очень понятно это слово, да, как такое блогинг, потому что я не веду дневник своей жизни. Блогинг – это что? Дневник твоей жизни. Я делаю выпуски крайне редко и нерегулярно, как и делал с самого начала. То есть я в действительности все делаю неправильно с точки зрения работы с соцсетями. Но я делаю это искренне, с определенным каким-то, видимо, внутренним зарядом. Начиналось все с пробного одного выпуска. Я работал на телеканале «Россия-2». Была программа, которую я вел, и там парное ведение было. То есть мне искали соведущую. И однажды пришла ко мне в кадр соведущая, Вика, которая позже у нас с ней завязались отношения. Она была блогером, одним из первых, или одной из первых девушек, блогершек, у которой была очень большая аудитория. Она мне постоянно в ожидании съемок, ну там же как студийные съемки, вы знаете, как студийные съемки идут. То есть ты сидишь, тебе приносят сценарий, ты долго сидишь, ждешь, когда там гостей выстроят по какому-то времени, у тебя есть там время в студии. В общем, есть ожидания. И вот мы с ней в ожидании, она сейчас-то разговаривала, она мне все рассказывала про свой YouTube. Я говорю, Вика, какой YouTube? Ты на телевидении? Я говорю, успокойся. Все нормально. Она говорит, ты что, Денис, на YouTube, там свой мир, там есть свои герои. Я говорю, слушай, я никого не знаю, я вообще ничего не смотрел тогда. В 2012 году, а уже именно в YouTube, авторскому блогингу уже было, даже в России уже, наверное, года полтора. И уже, условно говоря, на телевидение попадали люди, как, например, Вика, благодаря своему вот этому YouTube-каналу. И в общем, мы с ней в итоге, через полгода где-то общения и совместного ведения этой программы, мы решили сделать съемку и попробовать выложить просто какой-то выпуск небольшой в YouTube. И все. И я сделал выпуск, по-моему, «Суперпресс» он назывался. На нем там сейчас, я не знаю, там пара миллионов просмотров. То есть это был первый выпуск, который сразу... Но я его сделал по-телевизионному. То есть я там вышел, сказал, здравствуйте, с вами Денис Еменихин, телеведущий канала «Россия-2». Потом я уже понял, что для YouTube это вообще все не надо. YouTube можно сразу прийти и сразу делать то, что будет. Просто вот зачем пришел, то и делаешь. И причем нет-нет модели, как выпуск сработает. Вот это нет, нет формулы того, как сделать так, чтобы выпуск сработал. Кроме того, что это должно быть искренне. А вот Дмитрий Клоков у нас был, по-моему, год назад на интервью. Он сказал, что он очень быстро понял те потенциальные возможности, которые заложены вот в продвижении через соцсети. Он говорил, что многие его знакомые над ним насмехались, когда он делал первые, да, первые выпуски своего YouTube-канала. У вас в этом смысле тоже очень быстро пришло осознание будущих возможностей, которые следуют за этим. Или это было больше ну такое развлечение и пробовать себя в чем-то новом? Вы знаете, вот эти вопросы, они, конечно, они как раз и раскрывают сущность нашего. Я ничего не делаю с прицелом на вот, так скажем, это такая выгодная возможность, я ее буду использовать. Я делаю только в случае. И причем, я вот говорю абсолютно искренне, я делаю только в случае, если мне по кайфу это делать, если мне интересно. А интересно мне в основном то, что каким-то образом зажигает меня и зажигает других. Я настолько убежден в пользе, и мне настолько нравится сама тема, что я скорее выпуски делал именно для этого. Но драйв был, естественно, от роста просмотров. Это чисто спортивный драйв. Вот как вот на штанге ты там, ты делаешь упражнения, ты сделал 100, тебе хочется сделать 110. Вот так же здесь, ты сделал 100 тысяч просмотров, тебе хочется сделать... То есть чисто спортивная штука есть вот такая измеряющая, за сколько пробежал, а быстрее сможешь, а больше сможешь. Вот этот именно наличие измеримого компонента, сколько лайков, насколько позитивная реакция, это помогает именно для моей ментальности какой-то спортивной, это дело измерять. Но и это уже сейчас ушло в прошлое. Потому что, ну, вы сами понимаете, что за 6 лет даже YouTube изменился просто кардинально. То есть это совершенно другая площадка сейчас, чем была в 2012 году. Реально. Совершенно другая аудитория. Люди теперь ждут что-то еще. Что за этим глубже? То есть мотивация. Мотивация – штука многоликая. Как ты ее донесешь? Ведь мотивацию ты можешь сесть за стол и говорить «ты можешь, я верю в тебя, ты сможешь». Ну, это как бы, ну, кого-то это мотивирует. А что-то можно сделать между строк. Моя мотивация скорее идет все-таки между строк. Через мою собственную убежденность. Типа то, что я, ну, это то, что вы, наверное, сейчас чувствуете. У меня загораются глаза, когда я об этом говорю. И люди через это, им потом, они пообщались или посмотрели выпуск, они выходят и говорят, прямо хочется на тренировку. Хотя я им не говорил «иди на тренировку». Ты можешь, иди на тренировку. Нет, он просто сам захотел. Ведь он посмотрел и думает, я тоже так хочу. Очередным вашим этапом реализовать накопленные знания на пользу вашей аудитории является разработка некого спортивного оборудования, да, которое сейчас вы занимаетесь. Если можно этим делиться, расскажите, чего ждать, ну, так скажем, под вашим именем, да, какого именно спортивного инвентаря, почему вас это увлекло в какой-то момент? От недостатка того, что вам нужно в имеющихся спортивных залах? Или... Нет, кстати, не из-за этого. Круто, что вы спросили. Это прямо вот это совсем-совсем актуальная штука. Действительно, я нашел возможность перейти в сферу производства, совершенно вот реального производства железных устройств для тренировок, тренажеров. Это парадоксально, потому что всю свою жизнь я производил что-то, вот, работая с журналами или там с тем же телевидением или в спортзалах. Ты производишь скорее эмоцию и вот какой, ну, понимаете, процесс. Вот, ты производишь процесс некий. Я никогда не производил предметы. А в этом есть на самом деле что-то вот совершенно... Вот меня просто зацепило это дело. Когда я увидел разработанные тренажеры, я это делаю в партнерстве. Не я разрабатывал инженерию, но я сейчас делаю свой вклад в биомеханику, в движение, в длину рычагов. Ну, вы же понимаете, это все уже... То есть вы тестируете то, что на работе разработано? Обязательно. Конечно, мы летали недавно в Китай, это будет производиться в Китае, естественно. Но в Китае производится все. Оборудование высочайшего уровня, которое там стоит бешеных денег. Мы будем делать оборудование высочайшего уровня, но только по нормальным ценам. Да, я тестирую это все на себе, я адаптирую траектории. Там же что? Траектория, амплитуда и угол, под которым располагается твое тело, к рычагам. То есть, по сути, это как бы тренажер, это же продолжение твоего тела должно быть. Это биомеханическая конструкция, то есть, которая двигается сродни тому, как двигается твое тело. Если ты разгибаешь руку, то при разгибе руки есть ось. В тренажере, если ты разгибаешь руку, ось тренажера должна совпадать с твоей осью. Поэтому все просто. Механика тренажера, она должна повторять механику тела. Вот по такому принципу мы и делаем. Это будут рычажные тренажеры, то есть, не те, в которых тросы проложены. Вы таких, наверное, много видите в спортзалах, где есть тросы. У меня все будут тренажеры, нагружающиеся блинами. Соответственно, тебе не нужно там какой-то штырек своего, тебе нужно повесить пару блинов. И все, на все тело там коллекции, кстати, такой странный вопрос в продолжение вашего рассказа. У меня родился. Вы не раз говорили, что вы из академической семьи, да, ваш дедушка был ученым, академиком. И как я прочла, в честь него даже названо судно Балтийского флота. Да. То есть, корабль, это вполне материальный предмет, который существует и носит имя человека, таким образом сохраняет в том числе и сохраняет память о его выдающемся труде. Вам бы хотелось вот некий материальный оттиск своей деятельности каким-то образом запечатлеть? Я опять, я как обычно не могу вот так вот сразу, прямо, потому что так я скажу нет сейчас. Но я лучше объясню заранее. Во всех книгах по саморазвитию, я читаю действительно, действительно, много подобной литературы, философской, какой-то вот литературы по личностному росту. Ну, мне всю жизнь это было интересно. В любой литературе вы найдете пункт о том, что оставить наследие. Для меня не совсем понятна эта история. Мне кажется, мы воплощаемся в этой жизни. что там будет после того, когда тебя нет? Это все такие иллюзии. Это, вы понимаете, это как вот считать, что накопленное состояние ты можешь взять с собой там условно, куда-то в мир иной. Что будет делать мир после тебя? Это не дети, да, то есть подрастающее поколение. Какой-то конструктив. Ну, слушайте, но мир уже будет в руках других людей. Когда ты, когда ты дряхлый и тебе там 80-90 лет, миром правят другие люди, следующие люди. Если тебе удалось в течение своей жизни дать какой-то пример и кого-то куда-то направить, не то что научить, сделать лучше. Мы не боги, мы такие же люди, как и следующее поколение. Мы ошибаемся, но мы питаемся вдохновением. Я питаюсь вдохновением. Значит, я могу подпитать кого-то вдохновением. Вот эта штука – обмен. Но все это происходит в течение жизни. Оставлять свое имя, выбитое на камнях, там где-то на камнях и на скалах. Да, или назвать. это, вот мне кажется, что это реально какой-то бред. Пока ты жив, если ты видишь горящие глаза людей вокруг тебя, значит, твоя жизнь имеет смысл в этот момент. Что будет после ее окончания, слушайте, это уже все, там следует, следующий уровень какой-то. Вот об этом можно не заботиться, пусть о нем позаботятся. Следующее. Мой, наверное, заключительный вопрос касается путешествия, а вы путешествуете много и совершенно в разных направлениях. есть какая-то точка на земном шаре, куда вы давно и очень хотите попасть, но вот все не складывается. И при случае обязательно там окажетесь. Очень много точек, куда я хочу попасть. Кажется, что я такой динамичный и на самом деле очень инертный. Я все время в те же самые места езжу. Я стараюсь расширять спектр, но я вот, как вот есть дом отдыха, про который я уже говорил, подмосковный, в котором я вырос, я так туда езжу. То есть я просто абсолютно преданный местам человек. Точно так же. Вот есть Калифорния, вот я полюбил это побережье, я туда так и езжу. Но я понимаю, что на планете есть столько всего. На планете есть там, допустим, самая южная точка. Я подумал, а почему мне не съездить на самый юг Аргентины? Почему бы не съездить, например, на Аляску? Допустим, я столько книг прочитал, столько интересных, причем это там в прошлом, это же и российская земля в чем-то. Да как это? Вообще не важно, чья это земля. Это просто наша планета. В ней столько всего есть. Ты летишь, когда над Гренландией, просто посмотреть эти бесконечные просторы снегов, озер. И просто я иногда думаю, а если бы я вот в этой точке сейчас оказался, какое мировосприятие там, когда на тысячи километров никого. И да у нас в Сибири где-то альпинизм. Я читаю про тот же, там, допустим, Эверест, Тибет. Там столько всего, столько всего есть на планете. Вот надо в себе найти этот заряд, хоть какому-то количеству прикоснуться и мест, и главное, вот этого духа, духа мест. У каждого места же есть свое наполнение. Там в Альпах это одно, допустим, на пляжах тех же, это другое, где-то в экваториальных частях, в Перу я был недавно. Есть дух, есть дух. Я был в джунглях на берегах Амазонки. Там есть совершенно четко определенный определенный формат жизни. И прочувствовать его, это круто, в простой жизни, как вот люди живут на земле, но там вот индейцы местные. Это круто. Вот, мне хочется побольше прикоснуться к такому. Нет конкретного места, где я хочу быть, но перечислить я вам прямо сейчас смогу там десяток мест. Уже достаточно перечислили. Спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за крутые вопросы. Да, хорошего вам времени во Владивостоке, эффективных тренировок и приятных знакомств. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok